какие основные проблемы трейдера в торговле и как понять что трейдер он готов торговать уже серьезно давайте первое хоть в принципе я и президент брокерской фирмы я не всегда за демо давайте объясню почему я за демо только в том случае если человек действительно вот не обладает там этой суммы там 100 или 200 долларов я все равно за то чтобы человек открывал реальный счет пускай маленький пускай очень маленький и начинал торговать теперь я объясню почему как вообще понять как понять что вы готовы к рынку смотрите я всегда за то чтобы в самом начале когда вы только-только начинаете все было в теории вот я реально считаю что из теории рождается практика и первое что вы должны сделать первую очередь это начать строить теоретическую базу вы должны понять эту вещь что чтобы не делалось все строится на теоретической базе чтобы не делалось вы пытаетесь машину построить сначала нужно все рассчитать на бумажке вы пытаетесь строить дом лодку вообще все что угодно все сначала рисуется есть так называемое понятие называется эскиз сначала рисуются эскизы потом это все ретушируется все остальное нас получается какой-то полу готовый продукт который потом там делают композитный материал плотность материала какая и все остальное у нас будем это что-то рождается потом естественно это только тесты потом это практикуется там беру есть специальные гонщики которые выезжают которые смотрят и только потом только потом этот предмет готов к употреблению поэтому мы тезисно сейчас все вместе с вами решим и после этого вы сделаете для себя какие-то определенные выводы первое рынок состоит из четырех вернее рынок как мы говорим покоится на четырех китах кит первое это уровни первое давайте по каждому пункту расскажу что делать как тренироваться и потом скажу когда вы будете готовы первое для того чтобы рисовать уровни во первых нужно посмотреть одно количество видео которые у нас есть на канале как правильно рисовать уровень это раз второе это взять например 30-40 уровней которые я показываю которые я хорошим скопировать их загнать себе файл загнать себе файл просмотра и просматривать в таком режиме 5 секунд 15 секунд 30 секунд одна минута 3-4 дня в одну сторону и потом в другую сторону минута 30 секунд 15 секунд 5 декабря объясню почему и вообще откуда вот эта хрень дело в том что у мозга у мозга тоже есть четыре составляющие 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 первое это восприятие то есть человек смотрит и обычно с первого раза ничего не воспринимается почему потому что нового материала второе это понимание то есть вы смотрите вы начинаете понимать что вы делаете третье когда вы понимаете вы начинаете запоминать и четвертое это воспроизводить то есть у вас в мозг в мозге есть четыре составляющие которые помогают вам правильно определить картинки то есть ваша основная ошибка и проблема заключается в том что вы сразу садитесь и пытаетесь рисовать уровни не понимая какие они должны быть не понимая какие они должны быть то есть вы сначала берете открываете уровни и начинаете на них смотреть вариант 2 как только вы прогнали вот это 4 дня 5 дней в одну сторону 5 дней в другую сторону ваш мозг сам научится рисовать эти картинки вам больше ничего делать не надо ваш мозг сам научится рисовать картинки и вы будете потом их эти картинки рисовать уже подсознательно то есть вас мозг запомнит где надо провести уровень как надо провести уровень и вы будете его проводить то есть с уровнями мы закрыли энергия энергия берется с двух источников это накопление то есть когда инструмент очень долго стоит или просто контр тренд вот это самое главное если вы просто видите что инструмент очень долго копил он будет выходить если инструмент очень сильно шел вверх он однозначно упадет или если инструмент очень сильно падал он однозначно в какой-то момент отскочит энергия должна куда-то перелиться то есть у нас есть физика и есть закон сохранения энергии. Вот это очень и очень важный факт. Вы должны понимать, что есть закон сохранения энергии. Энергия будет перетекать из одного состояния к другому. Третье, практически самое тяжелое, наверное, это направление движения. У нас также в про-канале есть именно описание. То есть у нас берется какой-то, например, инструмент и он дальше описывается. То есть он описывается, в какую сторону он пойдет и почему. То есть есть у каждого инструмента определенные предпосылки. То есть каждый инструмент имеет предпосылки. Большой паранормальный бар к развороту, подход на маленьких барах к пробою, откат после какого-то сильного движения к пробою, пробой какого-то локального максимума, дальше продолжение движения, закрепление выше уровня. То есть у вас должны быть написаны определенные предпосылки. И самое интересное, что в нашем телеграм-канале именно как раз и есть вот эти предпосылки, которые помогают вам, эти предпосылки, выстраивать правильно направление движения. И следующий последний фактор – это точка входа. Точка входа тоже надо подкопить. Это может быть пробой какого-то уровня. Это может быть отбой от какого-то уровня. Это может быть отбой после ложного пробоя. Это может быть пробой после ложного пробоя. То есть это может быть все, что угодно. Вариации правильной точки входа, вариации правильной точки входа, их очень много и вы эту вариацию должны прикрепить под ваш психотип. Поверьте, есть люди, которые не умеют торговать пробой, есть люди, которые не умеют торговать отбой. Если вы зайдете там на наш канал, посмотрите, у нас есть огромное количество, очень большое количество видео, где на видео вы можете видеть, например, какая сделка, почему сделана, почему, например, тут был заход, почему там был заход, с точки входа. То есть я что бы советовал, смотрите внимательно, если вы придете, если вы придете к тому фактору, что вы первое будете делать приблизительно, приблизительно 60-70 процентов положительных сценарий, то только тогда вы можете делать какие-то первые шаги в сделках. То есть что это значит, вы должны, например, сделать элементарно первое сценарий. Первое, что мы делаем, это проводим уровень. Смотрите. Так, давайте его сделаем потоньше. О, отлично. Итак, первое, что мы сделали, мы провели уровень. Почему уровень пошел по этому бару? Потому что это был ретест, бар ретеста, который после этого сделал, вот видите, откат и появился лимитный уровень. То есть у нас есть уровень. Дальше, дальше что я делаю? Смотрите. Я захожу сюда. Сейчас. Я захожу сюда и начинаю записывать. Поехали. Сильный уровень. Это очень важно, чтобы был сильный уровень. Второе. Смотрите внимательно. Запас хода. Что такое запас хода? Посмотрите внимательно. Если вы посмотрите, то у инструмента вот в ближайшем положении минимум ходу там почти 40 процентов и внизу никого нет. Видите? Посмотрите внимательно. Внизу минимум никого нет. Да? То есть у нас есть большой запас хода. Третье. Очень интересный момент. Смотрите, сейчас я вам его покажу. Если вы посмотрите на этот график и посмотрите сюда, на S&P, то увидите, что S&P обновил свои хаи. Видите? S&P обновил свои хаи. То есть мы находимся в самых высоких точках. А Editas продолжает падать. То есть мы записываем здесь. Так. Третье. То есть вот смотрите. Я открыл вам. Смотрите. Мы записываем вместе с вами. Третье. Это инструмент слабее рынка. Это очень важно. Объясню почему. Если инструмент стоит слабее рынка, да? Это значит, что этот инструмент тупо продают. Притом видите? Его продают. Его просто даже не покупают. Его продают. Это значит, что в этом инструменте действительно появился продавец. Тот продавец, тот продавец, который продает инструмент на рынке, который растет, знает что-то, что скорее всего в этом инструменте будет плохое. Вот это очень и очень важный факт. То есть каждый раз, когда вы смотрите на какие-то инструменты, которые падают, когда весь рынок растёт, а посмотрите внимательно на спайдер, смотрите, рынок обновляет хаи, посмотрите, а инструмент продолжает падать. Это очень и очень плохо. Дальше. Смотрите внимательно. Если инструмент, представьте себе, что инструмент сегодня так закрылся, закрытие в лоу бара и возле, возле уровня. Что это значит? Смотрите внимательно. Если инструмент закрывается возле своего уровня, очень близко и закрывается под самый лоу, это значит, что в этом инструменте сидит агрессивно покупает продавец, который дальше будет продавать. То есть что у нас есть, смотрите, уровень 28, 27, так, и мы всё себе прописали, что у нас запасходы, инструмент слабее рынка. Смотрите внимательно. Вот эта вот ситуация, вот здесь вот, называется «нет реакции на ложный пробой». Что это значит? Обычно после ложного пробоя инструмент начинает откатываться. Нет реакции на ложный пробой, значит инструмент не зависит. И ещё, смотрите внимательно. Инструмент упал 72, сейчас падение, падение с 72 без выкупа. Видите? То есть что у нас произошло? У нас всё зашло. И когда инструмент доходит там до своей точки, там у него уровень, по-моему, другой немножко, да, сейчас сойдём. Да, уровень немножко другой. 28, сори. Давайте сейчас исправим. Вот, уровень 28. И когда инструмент доходит вот до этой точки, до уровня вот вы сфотографируете. Я сейчас больше сделаю. Сейчас. Когда инструмент дойдёт у вас до уровня 28, его можно спокойно шортить. Вот только что мы с вами описали полностью весь сценарий, куда и как может пройти инструмент. Вот это очень важный вопрос. Первое, что вы должны сделать, это писать такие сценарии. Как только такой сценарий у вас будет написан, вы тогда можете посмотреть, что случилось с инструментом после этого. И только после этого, только после этого вы можете начинать посматривать в сторону торгов. Что вы сделаете этим? Первое. Вы полностью уберёте человеческий фактор. Вы уберёте полностью человеческий фактор. То есть вам будет всё равно. Почему? Потому что у вас всё будет написано на этой бумажке. Вот на этой бумажке будет написано абсолютно всё. То есть вы уберёте полностью человеческий фактор. Второе. Вы будете смотреть, конспектировал моторик, а умница Миша, молодец. Вы будете смотреть, куда пойдёт инструмент, то есть вы не просто будете смотреть, что Герчик сказал, а вы будете следить то, что Миша только что написал за этим инструментом. Вот это очень важная вещь. И только потом, когда вы увидите, что 60-70 процентов инструментов идут в вашу сторону, только тогда вы можете сесть и начать торговать. Субтитры создавал DimaTorzok